Дефолт 2008 года. Кого из семьи Ельцина обогатил? Только правда, не ля-ля. Слушайте, вот я много раз рассказываю. Давайте это будет последний вопрос. 99-й год, рост 10%, когда увидели такой рост? Посмотрите, посмотрите статистику. Давайте на этом мы закончим. Вот кого из семьи Ельцина обогатил дефолт? Вот. При том, что в начале июля 1998 года я хорошо понимал механизм дефолта, я не знал, когда он состоится. Вот правда, да? То есть у нас не было никакого плана, никакого сценария. Где-то в конце, в середине июля мы для себя в Центральном банке, как руководство Центрального банка, приняли решение, что мы готовы. То есть нам валютный коридор связывал руки. Мы считали, что точно от него мы должны отказаться. И мы договорились, что мы отказываемся от валютного коридора в тот момент, когда валютные резервы Центрального банка опускаются ниже отметки 10 миллиардов долларов, ликвидные. То есть у нас там было 2 миллиарда неликвидов, соответственно, 12 миллиардов. Это была планка, при которой мы уже все, у нас внутренняя договоренность, решение об этом, независимо от того, что будет происходить в политике. Мы просто это сделаем явочным порядком. Вот, соответственно, после этого Чубайс получил, уговорил МВФ на то, чтобы в начале августа мы получили 4 миллиарда. Они за исключением 1 миллиарда все достались бюджету. Бюджет их тут же спустил на выплату долгов по ГКО и куда-то еще денег не было. И это было, соответственно, 13 августа, четверг, в Москве находится делегация американского Минфина, я не помню, кто там еще был, может быть, помимо. И ко мне приходит в Центральный банк Дэвид Липптон, который был замминистра финансов, ответственный за международные дела. Им у нас идут разговоры, стенка на стенку в каком-то составе, заканчивается разговор, он просит всех выйти, мы остаемся с ним вдвоем. И в этом он меня спрашивает, типа, Сергей, сколько вы продержитесь? А мы уже к этой планке 12 миллиардов были настолько близко, что я бы сказал, Дэвид, это вопрос дней. Вот, соответственно, на следующий день из Москвы кто-то пишет телеграмму в Вашингтон, что в России все хорошо, а еще Ельцин сказал, что древолюции не будет, они все держат ситуацию под контролем. То есть я понял, ну это я сейчас прочитал эту телеграмму, я ее сейчас нашел. То есть вот то, что я сказал Дэвиду, никуда не ушло, потому что вот отчет делегации о работе в Вашингтоне, ну, по крайней мере, вот о том, что сейчас рассекречено. Об этом ничего не было сказано. На следующий день, в пятницу, Ельцин произносит известную фразу, что девальвации не будет. И, собственно говоря, после этого девальвация состоялась. В тот день, как сейчас помню, в пятницу с утра курс доллара составлял 6 рублей 30 копеек. После заявления Ельцина по всей стране рубль рухнул на 10%. То есть доллар стал стоить 7 рублей и больше. То есть девальвация уже состоялась. Да, и мы поняли, что вот если сейчас, в пятницу, девальвация состоялась, в субботу-воскресенье народ, население принесет еще какие-то рубли, у банков купит доллары, то в понедельник это все обрушится на биржу. И мы вот эту планку 12 миллиардов, которую она здесь, мы ее пробиваем неизвестно насколько. Все. Вот все. Да, мы поняли, что вот он, час икс настал. Дубинин звонит Кириенко, премьеру, и говорит, Сергей Владимирович, нам надо с вами встретиться. Ну, типа, приходите. И это было время уже часов 8 вечера. Вот. Соответственно, садимся. Он приглашает там, я не помню, то ли Задорнов был у него раньше. Ну, короче, вот сидим там Дубини на потемке на Алексашенко от Центрального банка. Это Задорнов и, может быть, Югин, не помню точно, Олег, пусть вспомнит, я не готов сказать. Собственно, из Минфина есть Кириенко. И мы ему рассказываем, Сергей Владимирович, вот ситуация такая-такая, мы дошли до предела. Мы на следующей неделе объявим о переходе к плавающему курсу рубля, состоится девальвация. У вас, как у премьер-министра, есть выбор. В какой день это случится? То есть у вас свобода выбора. Вот мы вам, типа, вот до решения девальвации мы приняли, но вы можете сказать, в какой день мы это объявляем. Кириенко начинает думать и говорит, сейчас, 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 смотрит на свой график. И тут Задорнов говорит, Сергей Владимирович, у меня есть еще одна неприятная новость. В эту среду у нас нет денег на погашение ГКО. Тут Кириенко понимает, что ситуация гораздо более серьезная. И говорит, стоп, встречаемся завтра в 12 часов дня у меня на даче. Вот, соответственно, суббота, воскресенье в России нерабочие дни на финансовых рынках. И никаких решений, никаких решений о том, что куда-то спасти кто-то за работу, уже никто принять не мог. Вот, поэтому обогатились ли кто-то из членов семьи Ельцина? Я могу сказать, да, что вот решение, то есть перечень решений, которые будут приняты, он появился к концу дня 15 августа. Да, собственно говоря, сам текст заявления я писал у себя дома на своем ноутбуке. Его там никто не видел. И до тех пор, пока я его не принес Кириенко в воскресенье с утра, никто не знал, что там написано. Да, то есть я читал отрывки разным людям. Они давали разные рекомендации. Вот в итоговом виде текст появился в воскресенье с утра. Мог ли на этом кто-то заработать? Ну, послушайте. Там есть известная история, да, совсем уже последняя. Привет, Ликину Дулеву. Ой, спасибо. Привет, Ликину Дулеву. Вот, спасибо. Да. Вот. И вечером воскресенья состоялась встреча, ну, Кириенко-Дубинина вот с этой семибанкирщиной, да, с ведущими бизнесменами. И мы рассказываем, что, ребят, ну, вот завтра в понедельник будет объявлено, там, в 9 часов утра. И тут вскакивает Березовский и говорит, ой, Кать, а можно мы это самое, что не сделаем? Да, ну, все тут же над ним засмеялись, да. Потому что все понимали, что, ну, уж если такое объявление будет делаться, то до того момента, когда откроется биржа, когда можно будет сделать какие-либо транзакции. Вот, поэтому там вот короткий ответ на ваш вопрос. Я считаю, что никто на дефолте, вот, на том, что было сделано за эти три дня, заработать не мог, потому что просто не было возможности.